Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Мы сейчас заснимем вам пожар. К сожалению, во Франции в лесах случаются пожары. Не очень понимаю, почему сейчас. Ну, кстати, понимаю, достаточно сука просто. Уже давно стоит тёплая-тёплая погода. Снег давно высох. Ну, в смысле, растаял и высох. И вот вы видите, как на горке загорелся лес. И загорелся он буквально недавно. Минут-минут 10 назад, да, Вань? То есть мы прям видели самое зарождение. Сейчас посмотрим, слетаем, посмотрим, насколько это страшно. Ну и заодно посмотрите, как вот выглядит пожар сверху лесной. Ну, давай подойдём поближе. Посмотрим. Вот, друзья, как этот пожар выглядит. Он начался 15 минут назад. Мы сейчас набрали достаточное количество высоты, чтобы дойти. И я вижу, что пожар, в общем-то, очень сильный. И, наверное, даже можно сказать, что никто про него не знает. Поэтому мы попытаемся сейчас выйти в эфир и сообщить о пожаре. Да, мрачненько. Горит лес. Почему он загорелся, совершенно непонятно. Вряд ли на этот склон кто-то ходил. Скорее всего, просто какая-нибудь бутылка линзой сработала. У нас недавно, я вам покажу потом фото, вот это вот стекло фонарик планера взял и поджёг нам планер. Не бросайте бутылки стеклянные в лесу, потому что любое стекло, просто бутылка, оно может сработать как линза. Вода попадёт туда, ещё что-нибудь. Вы даже не представляете, насколько это ярко срабатывает. Вот реально горел планер. Я потом вам сделаю вставочку, покажу, что сгорело. Ну, только ты объяснишь, что им пожар не на планере, а лес. Горит лес. Горит лес с северо-западнее Люра, 10 километров. Мы взяли в форест-пайе. Фьюч форест-пайе. Смотри, на тверь права. Ближе, ближе. Я зашаю вас бутылку, как-то? Форест-пайе. Форест-пайе. Ближе, ближе. Вы можете услышать вашу посетку? Ближе. Да. В северо-западе, мы взяли в форест-пайе. Ближе, ближе. Они думают, что мы горим. Негативно. Он говорит о форест-пайе. 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 Друзья мои, ну, чтобы вы понимали, мы сейчас передали сообщение службы, подумали, что горим мы. Но горели не мы, а горит лес. Вот вы наблюдаете сейчас. Ну, мы сейчас уже успокоились, потому что мы передали сообщение службам. И теперь уже не наша забота, что дальше будет. То есть мы некую планетарную миссию выполнили благодаря Ване. Нам бы не дышать этим дымом. Не дышать? Ну, давай сейчас вылетим. Так понюхать, как вообще дым, запах. Фу, воняет, да. Друзья, воняет страшно. Не рекомендую дышать этим дымом. А перед дымом достаточно агрессивный. Поточек стоит. Вот, как это выглядит внизу. Наконец-то в жизни мы сделали хоть что-то полезное, Ванечка. Я прям в реальном счастье нахожусь, потому что мы первыми заметили пожар. И, надеюсь, первым передали, что он тут есть. Вот я вам просто снимаю кадры, как это выглядит. Ну, прям реально. Горит так горит прям. Видите, идет полоса вниз, практически не идет огонь. И дальше уже, я думаю, сообщат пожарным. Там подлезят вертолеты, попробуют потушить. Потому что потушить-то, в общем-то, не так много нужно. Нужно отсечь. Но я в пожарах не разбираюсь. Кто там разбирается в пожарах, вы можете покомментировать. Но, видите, фронтом идет огонь. Вот эту бы штуку стекануть, потому что вниз он почти не двигается. Выглядит, конечно, феерично. Никогда я не летал над пожаром и никогда не замечал пожар первым. Эгей, да здравствует планеризм. Вон, видно, облако сформировалось. Оно сформировалось прям дымом. Вот здесь, на ветреной стороне, скорее всего, стоит восходящий поток. Сейчас я их подщупаю. Надо бы, в принципе, отсюда перспективы уходить. Но хорошо бы уходить с хорошей высотой. А вот облако, видите, сизого цвета, такого оранжевого. Вот оно как раз уже частично с дыма сформировалось. Его туда подздуло. Ну, мы летаем на фронте. Сейчас у нас здесь северо-западный ветер. Вы видите, даже направление ветра можно заметить по как раз дыму. Внизу по склону идёт роторный. Ну, там вообще температура высокая. Подсасывает с южной стороны склона. Там это всё подымается и сдувается за гору. Ну, такое вот кошмарище на самом деле. Чуть-чуть огня меньше стало. Нет, всё-таки есть. Вань, вниз тоже. Вниз не опускается. Он как-то вот лента идёт, да, по скалам. Вниз не идёт. Это хорошо. Вверх идёт, будь здоров. Ну, что, постой здесь вот так вот немножечко. И будь внимательным. Сейчас кто-то прилетит тушить, наверное. Но они ниже придут. Вот так, друзья. Планеристы помогают пожарным. Я счастлив. Я очень люблю пожарников. Потому что это просто отважнейшие ребята, которые делают волшебное дело. Я участвовал в больших пожарах два раза. И один раз чуть не сгорел мой гараж любимый. И я просто признателен глубоко пожарным в район Собурово. А кто там пожарный, не знаю, где там пожарная часть. Мне вот я прям передаю огромный-огромный привет. Вдруг там теория СМИ рукопожатий. Скажите, что спасибо огромное за то, что спасли мой гараж. И вообще мои лебёдки платят. Там планерную лебёдку в этот момент строили в гараже, когда загорелся соседний. И прям всё спасли. Будет жалко, если сгорит этот лес. Здесь очень красивые места внизу. Вот это всё пока достаточно активно горит. Давайте пожарные, давайте. Тут прекрасная служба на пожарных вертолётов. Совершенно замечательные наземные команды. Тут у них такие классные горные машины, унимок. Они лазят по вот этим вот дорогам. Поехали направо. А здесь куча горных тропок таких. И вот они по ним залазят и неплохо тушат эти пожары. Вот здесь, конечно, с дорогами... Да, есть вот она внизу, есть дорога пожарная как раз. Для таких целей предназначена. Здесь очень большая сетка. Во многом как раз она используется для вот таких аварийных ситуаций, чтобы потушить что-то. Практически погас пожар. Мы оттуда улетели. Пожар или сам тухнет, или всё-таки его тушат. Практически лёг дым. Вверх уже его не тащат. Да здравствует пожарный планеризм! Спасли лес, можно сказать. Дело планетарного масштаба, ребят. Представляете? Эй! Эй! Классно быть пожарным. То есть вот особенно таким, который ничего не тушит, когда летает и только мониторит пространство. Но кто-то и это должен делать. Представляете, над Сибирью эскадрильи планиров в жаркую погоду разлетаются, ображируют, так сказать, смотрят, как там кто-что горит, координируют с воздуха, при этом не тратят ни капли бензина. Десантные пожарные планира выкидывают расчёты пожарников на пожар. Вгруг светлое будущее. И бутылки с водой. Ну и в конце концов, на пожар можно было, чёрт не подумал, пописать можно было на пожар. Хоть чем-то, хоть чем-то помочь. Главное, что, ну не пойду, вот бутылочка есть, то есть, ну она пустая. Ну, Ванечка, ну почему ты мне не сказал, а? Мы бы были настоящими пожарными. Ты бомбу пустил. Да не, ну, вытащить, открыть. Есть ролик на канале замечательный, как писают пилоты-планиристы. И, соответственно, там в этом ролике всё рассказывается, как эту бутылочку сходить. Вот можно было над пожаром сходить в бутылочку и потом сверху развеять. Хоть чуть-чуть, да помогло бы. Мы бы были настоящим пожарным планером. А так мы только устроили информационное сопровождение пожара. Ну, назад мы туда уже не полетим, друзья. Уж очень... Я думаю, что он уже и почти потух. Но идея, конечно, с бутылочкой не раскрыта. Будем повторять. Теперь я буду внимательно смотреть, как только начнётся пожар. Ух! Друзья мои, мы только что приземлились и хотел вам показать пепли. Наша камера хвостовая полностью вся в пепле. Видите, закрылки в посадочном положении. Только-ток в плане расстановился. Хотел, пошёл снимать хвостовую камеру. Посмотрите, как она выглядит. Вся залеплена пеплом. О! Вот пепел, пепел, пепел. Ух! О! Вот пепел, пепел, пепел. Ух! Представляете? А у нас пожарный планер! Эгей! Не сгорел, не всё хорошо. Хе-хе-хе-хе, как было весело! Ух! До новых встреч, глубоко уважаемые любители планетного спорта. Пишите, как вам понравился ролик про пожары. Про пожар. Мне кажется, это шедевр. То есть, такого я ещё не снимал. Это получилось совершенно случайно. И это, наверное, в два раза от этого прикольнее. Эгей! Будем летать! С пользой! Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok